Представляем вам секретную технику 5 секунд от Мэл Робинс, после освоения которой вы больше никогда не будете бояться. Я множество раз слышала, как эксперты говорят, что страха не существует. Это полнейшая чушь. Страх реален, как ничто другое в этой жизни. Наверняка прямо сейчас есть что-то, что вы боитесь сделать, и вся эта боязнь крадет у вас огромные возможности, которые могли бы улучшить вашу жизнь. Смотрите, если вы боитесь летать, это отнимает у вас возможность путешествовать, повидать мир или навестить друзей. Если вам страшно выступать на публике, это сильно мешает вам выражать себя на пути к успеху. Если вы боитесь говорить с начальником о повышении зарплаты, то это напрямую влияет на то, сколько вы зарабатываете. В такие моменты страх портит жизнь всем нам. Сегодня я помогу вам раз и навсегда решить эту проблему. Сейчас я поделюсь с вами секретным оружием, которое лучше всего справляется со страхом. Больше вы не будете бояться. Итак, первым делом, прежде чем говорить о секретном оружии, я хочу обсудить пару вещей о страхе. Чем страх является, чем не является, и рассказать кое-что, чего вы, возможно, не знаете о страхе. Итак, начнем. Страх — это физическое состояние тела, точно такое же, как и эмоциональный восторг. Давайте я повторю. Страх и восторг — это одно и то же физическое состояние. Сердце бьется, как бешеное, выступает пот, чуть-чуть тянет в груди, бывает, появляются бабочки в животе. Происходит выброс кортизола. По сути, тело переходит в состояние возбуждения, когда все чувства обостряются до предела. Итак, в чем же разница между страхом и восторгом? Все очень просто. Единственное различие состоит в том, как реагирует наш мозг, когда тело приходит в состояние возбуждения. Если вы на пике эмоционального подъема, то ваш мозг говорит «Вау, как же круто будет прокатиться» на этих американских горках. Если же вам страшно, то ваш мозг говорит «О, нет, я ни за что это не сделаю, это опасно, лучше пойдем отсюда». В общем, когда вы испытываете восторг, мозг на вашей стороне. А когда испытываете страх, мозг работает против вас. С этим мы и будем сегодня работать, но чуть позже. Второе, что я хочу вам объяснить. Вы, наверное, слышали советы вроде «Почувствуй страх, но все равно сделай это». Может, вы слышали что-то типа «Да просто успокойся, мысли позитивно». Это не работает, правда? Исследования доказали, что при попытках игнорировать страх он становится лишь сильнее. Исследования также доказали, что само по себе позитивное мышление может усугубить вашу боязнь. Итак, что же делать? Что делать, когда вам нужно сесть в самолет, а вы боитесь летать? Что делать, если вам нужно выступить с презентацией, а вы боитесь говорить на публике? Вот как вам следует поступить. Воспользуйтесь той стратегией, которую использую я. Стратегией, которая помогла мне побороть все страхи и превратила меня в человека, который блестяще справляется со стрессовыми ситуациями. Вот что следует делать. Вам нужно воспользоваться правилом пяти секунд в сочетании с, как я ее называю, якорной мыслью. Чтобы ваш мозг переключился с тревоги и страха на восторг. Сейчас я вам подробно все объясню. Приглашаю вас за кулисы на мое выступление, которое было в этом году, чтобы вы увидели эту стратегию на практике. Когда я готовлюсь выходить на сцену, я включаю мое вступительное видео, чтобы завести толпу. И вот мое тело переходит в состояние возбуждения. Учащается пульс, потеют ладони, но я не боюсь. Я знаю, что люди меня ждут. Я весь свой страх и нервозность превращаю в восторг. В общем, смотрите. Итак, мне пора выходить на сцену. В зале 7000 человек, и я в восторге, потому что скоро я поделюсь с людьми техникой, которая навсегда изменит их жизнь. Это якорная мысль. Мое сердце бешено бьется, ладони вспотели. Я ощущаю то же самое, когда мне страшно, но мне не страшно. Я в восторге. Всегда помните, что восторг и страх это одно и то же физическое состояние. Дело лишь в том, как реагирует ваш мозг. Когда я начинаю потеть, когда у меня учащается пульс, я привожу аргументы своему мозгу, почему это восторг. Я выйду на сцену, и меня встретят аплодисментами. Я собираюсь нести людям пользу. Меня будут благодарить. И происходит следующее. В мой мозг отправляются сообщения о том, почему мое тело в состоянии восторга, а не страха. Теперь я хочу привести еще один пример, чтобы вы точно поняли, как этим пользоваться. Многие из вас писали мне, что боятся летать, и я понимаю этот страх, потому что сама раньше боялась летать. Я использовала ту же стратегию и поборола этот страх. Вот как это сделать. Во-первых, перед тем, как сделать то, чего вы боитесь, или из-за чего вы переживаете, вам нужно найти якорную мысль. Что такое якорная мысль? Это та мысль, которая удержит ваш мозг в состоянии восторга и не даст вам накрутить себя до состояния панической атаки. Это способ заикариться на хорошем, сохранив контроль над своими мыслями и действиями. Вот вам пример с полетом. Когда вы ищете якорную мысль, то важно, чтобы она вписывалась в контекст того, что вы боитесь летать. Если вы боитесь летать, то выберите мысль, которая связана с вашей поездкой. Например, когда я сажусь в самолет, чтобы улететь домой к маме, то моей якорной мыслью может быть картинка, как мы с мамой гуляем по берегу озера Мичиган, где я выросла. Это та мысль, которая делает меня счастливой, она приводит меня в восторг и она связана с моей поездкой. Итак, я в самолете, лечу домой. Начинается турбулентность. Мое тело приходит в состояние возбуждения, и я начинаю нервничать, потеют ладони. Я не могу контролировать реакцию своего тела на это, но я всегда могу контролировать то, о чем я думаю. Я всегда контролирую свое поведение. Вы можете так же. Когда я лечу и начинается турбулентность, я начинаю считать 5, 4, 3, 2, 1. Это делается для того, чтобы переключить ваш мозг с негативных мыслей. Происходит пробуждение префронтальной коры головного мозга, и вы начинаете держать мысли под контролем. Вы остановили свой страх, прогнали негативные мысли, и теперь ваш мозг готов принять якорную мысль. И вот после правила 5 секунд я внедряю якорную мысль, которую нашла перед полетом. Я начинаю думать о прогулке по пляжу с мамой и папой, начинаю говорить себе «Я так хочу прогуляться по берегу озера, так хочу увидеться с родителями». И затем в вашей голове произойдет нечто совершенно невероятное. Вы остановили страх, использовав правило 5 секунд, чтобы вернуть себе контроль и разбудить префронтальную кору. Нашли картинки в своей голове, которые подходят к вашей поездке, а теперь знаете, что делает ваш мозг? Он заменяет все пугающие мысли на восторженные и придает больше значимости тому, что вы получите в результате поездки, а не тому, чего вы боитесь. Еще раз, страх реален. Вы не можете контролировать чувства, которые испытываете в самолете, но вы всегда можете контролировать свои мысли и действия. Просто осознайте это. И в следующий раз, когда вам станет страшно, отсчитайте 5, 4, 3, 2, 1, вставьте якорную мысль и скажите себе, что вы в восторге. Вот так за 5 секунд можно легко побороть страх. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok